Всем привет, с вами снова Женька Бич, это моя студия и мы продолжаем серию роликов о франшизе Форсаж. Почему мне это интересно? Потому что на этом фильме выросло не одно поколение мамкиных и не очень и не точно гонщиков. Ну а сегодня мы поговорим немножечко о первой части и еще больше поговорим о второй части фильма. Ну что, поехали! Начнем с того, что я думаю, что вам уже всем надоело видеть в разных пабликах или может быть видео на ютубе о том, что в машине Джета Джесси не было тормозов. Ну а что вы скажете на это, когда мы посмотрим на машину Брайана О'Коннора вот в этом заезде и увидим, что у нее тоже сзади стоит такая бижутерия. Ну это, видимо, они накрывали барабаном таким образом. Почему же так происходило, будем сейчас разбираться. Как я уже говорил, много автомобилей снималось в разных эпизодах. Для некоторых сцен покупалось там машин просто там по 10-11 штук, например, как Эва во второй части Форсажа. 4 оригинальных Эва и 7 обычных Лансеров, которые стилизовались и использовались в кино. Поэтому мы можем понимать, что просто в первой части был достаточно такой скудный бюджет, там порядка 31 миллиона. Для фильмов такого плана в США это было достаточно немного, но при этом он смог освоить на, скажем так, экранах целых 206 миллионов. Достаточно при таком скудном бюджете не так много можно было стилизовать автомобилей. И в этом случае некоторые автомобили получали какую-то большую навеску, некоторые меньше. Что касается этих автомобилей. Так вот, у меня есть оригинальное письмо. Это в 2000 году. Какие автомобили не заказывали. Что же это было? 1995 года Mitsubishi Eclipse RS 5 штук. 3 штуки Toyota Supra 96 года. 3 Mazda RX-7. Ну в общем, ну и вот они еще требовали там Jetta 4 и Acura Integra 4. Ну чтобы вы понимали, что автомобили там требовало достаточно много. Также еще много автомобилей приходилось резать, делать так называемые риги. И у них такой был MiG Rig. Это был такой Ford пикапчик, куда они грузили вот этот вот риг и снимали какие-то сцены. Будем разбираться. Вот автомобиль Джесси. Вот он так выглядит с такими тормозами на самом деле. Вот вы видите хорошие тормоза, перфорированные диски. Вот так вот он видит время гонки. И почему вы же скажете вы? Все же была хорошая версия. Ну потому что оригинальная машина Джетта стояла в этой гонке вот там вон. Далее, что еще он нам говорит о том, что были машины, в которых была просто какая-то обычная навеска, там бижутерия. Вот мы можем посмотреть, что Джесси стоит возле автомобиля, там стоят настоящие Recaro. Вот он садится и там уже бижутерия. Ну и вот как внутри выглядел этот автомобиль. Вы видите, что это были обычные сидения с накидками в виде Recaro. И вот не было никаких датчиков, стояла просто, скажем так, такая бижутерия на стойке. Ну и даже в руле не было подушки. Ну а почему я там вам говорил, что эти автомобили собирались из говна и палок? Да, вот посмотрите, вот, например, машина из второй части Форсажа. Вот у нее из ковриков, скажем так, для ванны сделаны там сидения, еще какие-то там элементы кузова. Вот плохой напыл там под капотом. Ну, в общем-то, они особо не запаривались. Главное, чтобы машина выглядела достаточно достойно, на расстоянии метров трех для съемки. Все остальное было совершенно неважно. Теперь переходим к еще одному интересному факту. Смотрю как-то раз одну из частей Форсажа, смотрю, 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 и вижу, они везут большое количество запчастей. Мне стало интересно, во-первых, еще вот обратите внимание, сверху висят кеды, это тоже очень интересный факт. Вообще бытовало такое мнение о том, что эти кеды-то обозначали, скажем так, границы банформирований. Второе было, скажем так, это все было не доказано. Вторая была версия о том, что эти кеды обозначали, скажем так, места на этой торговле. Но это не помешало даже вот эти все догадки властям Лос-Анджелеса с тех нулевых годов, начать бороться с этим, скажем так, фактом. И просто эти кеды постоянно снимать и просто выбрасывать. Далее, что же мы смотрим, что же они там купили, привезли много-много чего. Смотрим, 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 всякие турбины, кулера, впуски, форсунки. Так, стоп, 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 назад. Что это? Это бэушные диски? Да ну нахрен! В общем, вы теперь понимаете, они вообще не запарили для массовки, можно было взять все что угодно. Еще один интересный момент. Вот Торетто стоит в гараже, рассказывает Брайону и Коннору про своего отца. И что же мы здесь видим? Ммм, номера РУС. Ну, в общем, вы поняли. Ладно, переходим дальше. Очень интересный момент. Это когда-то последняя заключающая гонка первой части, когда они прилетают перед поездом. Вот, очень интересный момент. Почему? Потому что многие не знают, что на самом деле никого поезда не было. И нашими глазами гонка выглядела вот так. А глазами, скажем так, операторов гонка выглядела вот так. Теперь мы знаем. Ну, еще один интересный момент. Например, во второй части для съемки вот этого прыжка с моста, когда... Ну, вы помните эту гонку в самом начале фильма. Так вот, для того, чтобы S2000, суки, скажем так, выполнил этот трюк, что же вы думаете, они сделали? Да-да, они использовали радиоуправление дистанционное. И прежде чем вообще это все тестировать на S2000, они взяли, по-моему, Deutsche Ram. Но как это закончилось? Он просто заехал на, скажем так, подъемник и упал. Вот. Поэтому первые их тесты не очень были удачны. Ну, в общем-то, дальше мы все видели, все вышло достаточно здорово. Переходим далее. Теперь очень интересный тоже факт. Это вот так вот выглядела первая машина Романа Пирса. Это его Honda Eclipse. Да-да, она все была выполнена в желтых токсичных цветах. И когда он это увидел, он просто сказал, да я нахрен не буду сниматься в этом автомобиле, потому что я буду выглядеть как дрочило. Ну, дрочило, это, конечно, я уже там выдумал. Почему? Потому что, я не знаю, переводится freaking leak. Вот. Он мне сказал, что я не буду ездить, потому что я буду выглядеть как freaking leak. Ну, это загадка и дословный перевод этих слов. Так вот, и сразу они после этого решили, надо что-то делать. И он, листая там журнал тюнинга, увидел расцветку такую достаточно там серебристую и серую, и сказал, я буду ездить на такой машине. После чего режиссеры позвонили в тюнинг-дерее и сказали, есть четыре машины, есть четыре дня, есть деньги. Делаем. Ну, и вот они выполнили это за четыре дня, и дальше мы уже видим машину, как она есть. Еще один интересный момент. Будем смотреть вот эту вот гонку. Будем разбирать, какие вот там есть автомобили. Итак, что мы там видим? Мы видим там BMW. И, блин, это даже не M. Они взяли обычную 323-ю и стилизовали ее таким образом. Ну, а как разобраться M не M, можете посмотреть мой ролик. Там есть 36-ки, 46-ки M, и там все подробно рассказано. Можете посмотреть советую. Дальше смотрим. Там есть что? Желтый сочный Viper. Интересно. Они же отказались от Dajay в пользу Evo. Ну, и тоже немаловажный факт о том, что они отказались от Dajay с RT-4, но они хотели дальше сурничать с Dajay. И они во время подготовки к съемкам, они поехали на саму компанию, на ближайшему дилеру, переездили на всех автомобилях, и выбрали вот Dajay Viper. И да-да-да, он попал в франшизу. Смотрим дальше. Что же там еще есть? Интересно. Это Ford Mustang. Очень напоминает, просто очень напоминает S4T Cobra. Но вы должны знать, что это не он. То есть, да, он достаточно похож. А это... Salen S281. И вы можете ошибаться, если вы нагуглите такую информацию, что S281 Salen, это был Ford Mustang, начиная с пятого поколения. Нет-нет, он был и в четвертом поколении также. Что очень интересно касаемо этого машины. Во-первых, то, что из всех автомобилей, которые были в фильме, Salen был только один. И да-да, разбивается не он в конце этой, скажем так, эпизода. Они даже для этого эпизода сделали целую такую, скажем так, масштабную модель, где планировали, как-то все будет происходить. Но разбивался не он. У него был достаточно интересный цвет. По-моему, Lipstick Red в честь жены режиссера. По-моему, если не подводит память. Но это было, как я уже говорил, не SVT Cobra. И вкратце расскажу вообще о Cobra. Такое мини-отступление. Cobra вообще, она появилась благодаря Келору Шелби. И Ford вообще к ней изначально не имел никакого отношения. Уже в последующем, зная гонку Ford против Ferrari, мы это все можем уже как-то историю какую-то узнать. Так вот, первая Cobra, которая дебютировала с Fordом, это была в 60-х годах, а именно в 68-м году, это была Cobra Jet. Ну, с двигателем SVT Cobra Jet. Ой, с двигателем Cobra Jet. Это был 7-милитровый двигатель с мощностью 410 лошадиных сил. Это были драговые машины. И они имели 410 лошадиных сил. И квотер они показали за 11-69 секунды. Что достаточно круто. А что уже касаемо дальше. Дальше уже дебютировали. Сам бренд Cobra, он уже такой, скажем так, начал в США набирать такой популярный, достаточно таких для мощных автомобилей. И в последующем уже появилась, по-моему, в 70-м году Ford Mustang Mach 1. И вот это именно, вот, 74-го года такой автомобиль, он и снимался в таком не менее легендарном фильме, как у Гнази за 60 секунд. Вот, в нем было, по-моему, 300... Ну, ладно, мы сейчас тут не об этом. Так вот, если SVT Cobra, которая похожа на этот вот Сален С-281, имела под капотом, ее еще называли, кстати, терминатор 350 лошадиных сил, то Сален Кобра имела 390 лошадиных сил. Наоборот. Сален имелось 350, а SVT Cobra имела 390. У нее не было там... Они все были с турбонаддувом, ну, именно с компрессором, это понятно. Ну, и показывала, например, 350-сильная версия, показывала Quater 13.4, что, в принципе, неплохо для такой мощности. Ну, в принципе, он то и выходит. Еще один немаловажный интересный факт. Даже два факта. Вот именно касаем... Возьмем, коснемся гонки вокруг бочек. Ну, тоже не менее легендарная сцена. Так вот, первый факт. Это то, что можно услышать звук Evo на полном газу. И нет, это не настоящий звук Evo. В Evo нет такого звука. Это, скажем так, коллаборация двух звуков, немножко обработанная. Honda S2000 и Subaru Brake C. Вот так вот нас обманули. А второй момент, то, что на роль Chevy Camaro 69-го года кастинговалась изначально... Вы не поверите. Toyota MR2. Они даже купили 4 штуки, покрасили их в нужный цвет и уже планировали выбирать франшизу. И вот кто бы реально уже выглядел, как дрочила вот эти вот этапажные, скажем так, качки. А на роль вообще второго челленджера RT 70-го года кастинговалась. Опять же, они пытались везде просунуть Honda NSX. И должна была быть NSX белого цвета. Но таким вот образом появились американские. Кстати, Camaro один утопили. Вот. Повелись эти два красавца американца. И они все же, я думаю, намного круче и колоритнее смотрелись в этом кино. Ну и напоследок еще два маленьких факта. Первый, это то, что они одни из первых использовали картинги для съемок каких-то крутых таких движевых сцен. Далее мы уже могли лицезреть, скажем так, в съемках фильма Transformer, ну и тому подобного. Но они все же первые задали такой тон, мейнстрим. И второй момент, это если в первой части Форсажа использовалось 116 автомобилей, то во второй части Форсажа их использовалось 170 штук. И знаете, что самое интересное? 174. 30 из них, это были новенькие Ford Crown Victoria. Они были закуплены у полиции. Да, да, именно у полиции они приехали, взглянули, сказали, круто, дайте нам 30. Вот. И они попали в франшизу. Вот такие интересные факты я вам рассказал об этом фильме. Надеюсь, вам понравилось. Так что, если такой формат вам заходит, я буду его миксовать с обзорами автомобилей техническими и буду рассказывать вам. Так что, если что, ставим лайки, колокольчики, подписываемся на канал. До встречи. Всем пока.